Привет! Надевай гидрокостюм и готовься смотреть подборку лучших случаев на рыбалке. Поехали! Вряд ли сом хотел съесть черепашку. Скорее, это долгосрочный договор аренды. Это долгосрочный договор аренды. Да. Всегда нужно убедиться, не является ли ваша рыбалка частью чьей-то ловли рыбы. О, мой бог! Я взял мою ловлю! О, мой бог! Да, это видео лучше смотреть в обратную сторону. Кто сказал, что на рыбалке нельзя получить адреналин? Нужно просто ловить не рыбу, а крокодила. Я взял мою ловлю. Я взял мою ловлю. Я взял мою ловлю. О, мой бог! Взял мою ловлю. Взял мою ловлю. Взял мою ловлю. Интересный ресторанчик открылся в центре города. Взял мою ловлю. Взял мою ловлю. А сейчас перед вами уничтожение бомбы Второй мировой войны, которую выловили рыбаки. Зрелище захватывающее. Но с рыбалкой, похоже, придется повременить. А вот с ликвидацией торпеды не задалось. Ставим сотню на то, что вместо свадебного торта у них будет рыбный пирог. А вот и жена того парня с берега через пару лет. Ставим. Сэнд... Сэндол просто получил шар. Ха-ха-ха-ха. Это очень круто. Вряд ли риэлтор этого парня понимал, зачем он спрашивал о близости водоема к дому. Да куда вы ее бросаете? Она сейчас превратится в принцессу. Поймать рыбу – это еще полдела. Нужна ловкость, чтобы убедить ее остаться на суше. Рыбалка – это когда целое утро в тишине ждешь улова, а когда наконец-то клюет, остается просто ловко украсть рыбу у человека. И именно поэтому добычу нужно сразу убирать в надежное место. Этот улов они вряд ли когда забудут. Если правильно подобрать место, то для успешной рыбалки достаточно вытянуть руку. Иногда не клюет так долго, что теряешь будительность. У каждого рыбака свои обряды, лишь бы клев был. Музыка Украина Музыка 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 Зачем каждый раз готовить снасти, если можно один раз надрессировать пса? Достаточно просто кинуть мячик на другой берег, и вот результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но надрессировать пса ловить рыбу – это одно. Вот надрессировать рыбу – высший пилотаж. Не всегда на рыбалке найдется ложка для обуви. А нет, всегда. Не клюет. Просто 80% успеха на рыбалке – это правильный выбор места. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Хочется порыбачить, но с собой ничего нет? Не отчаивайтесь. Берите пример с этих ребят. Мало поймать рыбу, ее еще нужно защитить. Мы в этом мире не одни хотим улова. Этот парень поймал кого-то с суперспособностями. Иногда стоит поднять голову, чтобы проверить, вдруг это уже ты у кого-то на крючке. После такого контрастного душа бодрости хватит на весь день. Судя по вибрации, этому мужчине кто-то позвонил на рыбу. Что за фаер-шоу и при чем тут рыбалка? Связь самая прямая. На Тайване так занимаются промыслом с древних времен. Рыбаки используют серу для создания яркого факела, на который сардины, кельки и сельди слетаются как мотыльки на лампу. Правда, сегодня традиция понемногу умирает. Появились более удобные, хоть и не такие эффектные способы ловли. В таких случаях забирать двойной улов как-то не хочется. Самое трудное в такой рыбалке выяснить, кто кого поймал. Акулы, змеи, крокодилы. Кто еще может помешать рыбалке? Реактивная утка! Реактивная утка! Регистом и поднимаем его на лампе. Это один из самых больших скатов, найденных в Монокваре, Индонезия. Да, такого здоровяка легче найти, чем выловить. Вот такого громадного сома весом под две сотни килограмм выловили братья-близнецы Дина и Дарио Феррари. После фотографии они отпустили рыбу, чтобы она сказала своим сородичам, что все люди на одно лицо. Океан всегда может удивить. Например, это американский гидролаг, который может вырастать в длину до одного метра. По его глазам точно можно сказать, что в океане еще много удивительных рыб. На сегодня все, приятель. Надеемся, тебе удалось поймать хорошее настроение. Ставь лайк ролику, рассказывай свои истории с рыбалки в комментариях и до скорого! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!